Максим, доброго вечера. Добрый вечер. Я не скрою, мне очень интересно сделать с вами интервью, потому что я уже говорил, где-то 39 лет занимаюсь историей чужого успеха. А то, что вы сделали в телеграме, это, конечно, ошеломительный просто успех, поэтому мне интересно анализировать и препарировать его. И сегодня я надеюсь это сделать с вашей помощью. Давайте спробуем. Да. Скажите, пожалуйста, где вы родились? Сколько вам лет? Расскажите о себе немножко. Я родился в Харькове. Мне на данный момент 38 полных лет, 85 года рождения. Сегодня, кстати, у моего отца день рождения. Поздравляю. Спасибо. Но работа на первом месте, поэтому все, что связано с трухой, это знает и моя семья, и мои родственники. Поэтому сначала труха, потом уже будем праздновать и тому подобное. Но мне вообще говорили, знающие вас люди, что вы не расстаетесь с компьютером, или с телефоном, или с планшетом. Все время вы в трухе. Так и есть. Весь в труху, да. С телефона сижу, пользуюсь телефоном. Сколько часов в день вы проводите в трухе? Ну, если брать первые дни полномасштабного вторжения, это было часов 19-20 в сутки. Сейчас уже меньше, и команда есть, на которую можно положиться. Поэтому именно непосредственно в трухе, ну, несколько часов в день. Ну, давайте начнем сначала. Вы родились в Харькове, учились в обычной школе, это понятно, или не в обычной? Не в обычной, да. В какой? Считалось необычно. Есть районная школа, есть школа с каким-то уклоном. Вот я учился в Лицее искусств. У меня был уклон на хореографию. Плюс мы изучали историю музыки, театра, живописи. Каждый должен играть на каком-то музыкальном инструменте. То есть все 10 лет в нас прокачивали творчество, скажем так. Поэтому мы не в обычной школе. Так вы в балете танцевали? Ну, да, танцевал. Бальные, народные, классические танцы, современные. Ну, это такое прошлое. На самом деле, где-то в классе седьмом-восьмом я пошел на карате, а там были очень схожие элементы, когда ты у станка стоишь, Гранд Батман и прочее. И вместо элементов хореографии я отрабатывал удары. И это очень не нравилось всем вокруг, и мне там бойкоты устраивали. Мол, зачем ты сюда приходишь, не танцуй. То есть у меня такое уже было отношение, но нужно было до конца школы уже заниматься хореографией. Поэтому последние 2-3 года, скажем так, с большой натяжкой я это делал. Ну, веселое начало уже жизненного пути, да? Танцор, каратист, еще и играете на музыкальных инструментах. Гитара, да. Еще и, получается, футболист, потому что 7 лет отдал своей жизни этому спорту. Чуть-чуть плавания, чуть-чуть теннис, что еще было и спорта. Ну, наверное, все. Есть ли что-то среди земных профессий, чем бы вы не занимались и не увлекались? Я бы очень был бы плохим официантом, вот очень плохим. Да, я бы подносил все, проливал бы в этом плане. Хотя, казалось бы, хореография – это плавность, гибкость, но не знаю. Вот это точно то, чем бы я не занимался. Что вы закончили? Какое высшее учебное заведение? Я не закончил, не доучился. Я после школы поступил сначала в один вуз, учился на… Какой? Ну, это Международный славянский университет, факультет международной информации. И я чуть-чуть не угадал с факультетом, там было много математики, которую я не люблю, и в целом я себе не так представлял международные отношения. Проучился год и ушел в психологию, поступил в другой курс, в другой вуз. Там я проучился года два-два с половиной и тоже ушел, потому что понял, что что-то не то. Там долгая история, я не уверен, что вам бы хотелось это слушать. Не имеете высшего образования? Ну, получается так, неполное высшее, да, не доучился. Вы видите, подтверждаете истину некую о том, что для того, чтобы быть успешным, не обязательно иметь высшее образование, вы понимаете? Я бы сказал даже, что иногда вредно иметь высшее образование. Потому что все равно, когда ты пять лет учишься по какой-то программе, у тебя мысли уже чуть-чуть структурируются, и ты... Ну, скажем так, я был всегда очень плохим учеником в плане послушности. Я был всегда бунтарь еще со школой. И постоянно... Я такой классный троечник. Я хоть без единой тройки закончил. Спасибо родителям, которые постарались. Но я учился постоянно договариваться, учился списываться, списывать варианты, да, и там еще что-то. Вот все время вот так что-то искал. И мне кажется, эти навыки мне намного больше пригодили в жизни, чем те, кто заучивали свои варианты, заучивали стихи, приходили, рассказывали. Они такие сейчас и в жизни. Вот скажите, что нам делать, мы это будем делать. А, Б, В. У меня как бы чуть-чуть иначе, поэтому другой путь. Но скажу вам так, у меня есть ребенок сейчас, он еще маленький, ему еще даже предстоит в школу поступить, но я бы хотел, чтобы он имел высшее образование. Сколько вам было лет, скажите, когда вы впервые услышали слово «телеграм»? Я впервые услышал «телеграм» в 2018 году. А сколько мне было, сложно посчитать. Это 5 лет назад, то есть где-то, где-то сколько, 33 мне было. 33 года? Да. Чем вы до этого занимались, после того, как не закончили вуз? Ну, давайте, чтобы сразу чуть-чуть к «телеграму» подводить. Я, получается, ушел работать, кем я только не работал, чем не занимался. Ну, кем работал? Ну, например, я любил бильярд, я работал маркером по бильярду. У меня очень много работ, связанных с продажами. Продавал стартовые пакеты возле метро, продавал бытовую технику, продавал абонементы в тренажерные залы. Очень много было. Был инструктором по мини-гольфу какое-то время даже. Да, у нас в Харькове открыли, у меня хотелось попробовать, чтобы не ходить, не платить деньги, устроился. И сам научился, и других. Работал автомойщиком, вот такой был период даже. Поэтому очень много что было, и грузчик, и кладовщик. Да, меня чуть-чуть так прям покидало. Помотало вас. Помотало, да. Но это вот одна часть. И параллельно, параллельно, начиная с 2008 года, я все время вел какие-то группы в соцсетях. Сначала это было еще ВКонтакте. Это тогда еще незапрещенная организация ВКонтакте. Все туда заходили. Я там создал группу «Благополучие Лакшери Лайф». Она мне очень нравилась. И я наполнялся, искал материал, что-то читал в успешных книгах, выкладывал. И постепенно начали появляться единомышленники. Потом у меня появились еще группы, мне стали писать. Говорят, слушай, ты так классно ведешь эту группу. Можешь нам везти, но за деньги. Я говорю, давайте. И в какой-то момент у меня даже было так, что я вел до 20 пабликов одновременно. Это и новости, и свадьба в Доминикане, и туризм. И по театру было, потому что я еще актерствовал несколько лет, играл в театре, в кино. Да, ну 40 лет практически, большая биография. И получается, все время я где-то шел, работал на какой-то стандартной работе. И там же, как правило, пока начальство не видело, я заходил, ввел посты. Либо домой приходил и в отлогу на день вперед создавал посты. То есть вот такие вот две были параллельные жизни, скажем так. Иногда пересекались, иногда мой доход от групп был такой, что я не мог позволить себе не работать спокойно. И мне было достаточно денег. А иногда, наоборот, ничего не приносило. Тогда я шел и где-то там в Харькове работал на каких-то официальных работах. В 2018 году вы впервые услышали в 33 года слово Telegram. Telegram, да. Знаете, как было? Вот как ВКонтакте был такой период, когда 2008-2009 год. Всех, кого не встречаешь. Ты есть ВКонтакте? Ты есть ВКонтакте? Ты есть? Вот все. И все подключались. Вот примерно что-то похожее было в Telegram. Я встречал знакомых, мы гуляли. А ты есть в Telegram? А ты слышал? Там можно не блюрить. Там тебя вообще спецслужбы не прослушивают. Еще. То есть много таких было интересных моментов. И вот очень похоже в 2018 году многие, а ты есть, а ты есть, а добавляйся. И все мое окружение где-то в 2018 году начало заходить. Поэтому в 2019 году уже и появилась труха. А скажите, пожалуйста, вот если, допустим, представим, я вообще ничего не понимаю в Telegram. Как бы вы мне объяснили, что такое Telegram? Вот в двух словах. И что такое Telegram для вас? Ну, я не буду сейчас рассказывать, что Telegram – это мессенджер. Как бы я объяснил? Telegram – это гибрид Твиттера и ТикТока. Это короткие сообщения, короткие видео. Все запаковать. Вот это Telegram. Это качественный классный Telegram. Никаких лонгридов, то, что любят официальные СМИ, ставить статьи по 10 минут. Никакие видео на YouTube, которые по 15-20 минут. То есть короткие видео, короткие сообщения. Это Telegram. Telegram – это здесь и сейчас. Это вот максимально оперативно. Что-то на улице случается, я не раз замечал. Я иду, там, выбух, еще что-то, просто пожар. И я смотрю все сразу в телефоны и сразу в Telegram. Потому что какая-то группа новостная обязательно сразу напишет, что случилось. Они не идут в Instagram, они не идут там в WhatsApp, на сайты, еще куда-то. Никому не звонят. Просто люди, вот какое-то ЧП, что-то моментальное, нужно узнать, что случилось. Люди сразу открывают Telegram. Вот что такое Telegram сегодня. Здесь и сейчас. Да. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Telegram-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. В 2019 году появилась труха. Давайте сразу, что такое труха? Расшифруйте. Труха – это true Харьков, правдивый Харьков. Все очень просто. Вы сами придумали это или чья-то идея была? Ну, сам придумал, да. То есть тогда было очень много… Ну, смотрите, как появилась идея. Я, поскольку я вел еще в ВКонтакте, потом в Инстаграме, на Фейсбуке, паблике, какие-то свои вел, какие-то вел кому-то. И я просто увидел, что те новости, которые я читаю, а у меня всегда были интересные новости, я видел много недостатков у будущих конкурентов, скажем так. Где-то неоперативно, где-то очень долго, где-то некачественный визуал, где-то нет добивки, там, Стеба, какая-то подача очень сухая, такая, безэмоциональная. Ну, много таких моментов. И я просто видел по названию, тогда у нас все паблики были либо какие-то типичные, либо… Ну, тут можно матюкаться, да, у вас? Да, вам все можно. Да, можно запикать. Либо хуй, вот хуй, такой-то район, город типичный, такой-то, все. Вот были только такие. Креатив отсутствует. Да, просто не было. Не было. Я понимал, что очередной там типичный Харьков делает, но вообще не вариант. Хотелось сразу чем-то отличаться. Был true Харьков, но он звучит не очень. Хотя идея была в том, что я хотел показывать правду города. Тогда у нас был мэр Кернес, еще на тот момент, легендарная личность. И, скажем так, многие паблики его показывали в хорошем свете. Вот у нас фонтаны, вот у нас парки, все прекрасно. Это да, это было. Я тоже гулял по этим паркам, видел фонтаны, все классно. Но, с другой стороны, я видел много недостатков. Были проблемы с ЖКХ, на дорогах, везде. Я даже, когда создал группу, у меня была рубрика «Коммунальный п***». И я показывал все, что происходит в Харькове. И подписчики нам кидали. А вот посмотрите, у нас в районе то. Как бы парки и фонтаны – это классно, но где нам жить? У нас обшарпанный подъезд. И вот мы как-то вот так вышло, что чуть-чуть и оппозиция стали власти на тот момент. Ну, просто потому, что показывали правду. Поэтому… Вас не били за эту правду? Нет, не били, нет. Тогда просто недооценивали, скажем так, силу телеграмма. Видели там какой-то паблик трушный, показывает правду. И все. Даже практически не реагировали. Но, скажем так, нас не брали в рекламу. Вот все, кто я видел, поддерживал на тот момент власть, нас принципиально не ставили. Поэтому я планировал стать лидером через год, а стал через полтора года. Я думаю, во многом потому, что мешали, скажем. Не помогали. Вот давайте так назовем. Не помогали, не рекламировали. То есть это был телеграмм-канал, такой городской, скажем, да? Абсолютно городской, сто процентов. ДТП, пожары, труха нашла. Мы выкладывали паспорта, собачки, документы людей. Кто-то потерялся. То есть социальная была такая миссия. Все городское. И очень-очень редко что-то я ставил национальное, что-то в Украине произошло. Как правило, это больше какой-то закон. Какой-то закон вышел, мы поставим, да. Ну, чтобы люди тоже. Вы сами тогда работали или уже кто-то помогал? Нет, сам. До вторжения я полностью трухаю. Чисто сами? Да. Сколько у вас уже было подписчиков до вторжения? 190 тысяч. Мы были лидерами. Ближайший конкурент имел, по-моему, 175 и 160. То есть там разница в 10-15 тысяч была. Но для города это очень много. Это прям... Мы были лидерами где-то месяцев 6-7, наверное. Лидерами в городе или по стране? В городе, в Харькове. В городе. Да. 190 тысяч, да. У нас, смотрите, еще уже была команда небольшая. Вот с первых практически дней у меня появился знакомый. Ну, вернее, он был. Он привлек в команду Сергея, который занимается арбитражем. И он по сей день с нами в команде. То есть он полностью курирует маркетингом. И мы вот шли и уже поняли, как становиться лидером. И решили это все просто перекинуть на другие города. Мы уже запустили... До вторжения у нас было еще 8 городов. Это Труха-Полтава, Труха-Сумы, Кропивницкий, Житомир. Мы решили идти в небольшие города, потому что Киев, Львов, Одесса, там сумасшедшая конкуренция была. И мы понимали, что проще сейчас зайти в Кропивницкий и за полгода стать лидером, чем создать там очередной киевский паблик, который... Ну для этого надо было, дело за малым, найти в Кропивницком хорошего парня, да? Да, да. И доверять ему, чтобы он не опозорил марку, правда? Да, ну мы сначала начинали... У нас вся команда из Харькова. Все, кто и по сей день, вот костяк основной, это харьковчане. И первое время, первое время мы эти города вели из Харькова. Но потом мы поняли, что это не работает, надо быть там. Невозможно вести про Одессу, не находясь в Одессе. Поэтому сейчас у нас уже 26 городов, в каждом по два журналиста работают, то есть 50 человек, и они живут в этих городах. И что-то там случается в Хмельницке, я сразу там, админы, что там у вас? И поедьте снимите, еще что-то. То есть они сразу там и едут там, собирают материал. Ну и теперь давайте скажем, что у вас на канале Труха Украина. Два миллиона и дальше сколько тысяч подписчиков? Два и семь сейчас там, плюс-минус. Два миллиона семьсот тысяч подписчиков, и вы являетесь самым крутым по посещаемости телеграм-каналам Украины. А скажите, количество подписчиков телеграм-каналов городских, других, входит в эту цифру, или там отдельная еще подписка? Это отдельно. Смотрите, наша мережа, наша сеть, где-то 6-8 миллионов охват. Если в национальном мы ставим пост, у нас в среднем чуть больше миллиона, каждый пост охвачивает, то по всей сети, а иногда мы какой-то пост, например, мы делаем сбор, естественно, мы ставим по всей своей сети. И охват идет от 6 до 8 миллионов. Потрясающе. Потрясающе. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы сделать такой телеграм-канал с таким количеством подписчиков? Вот давайте перечислим, какие для этого нужны составляющие. Этим нужно гореть. Вот прям должна быть цель. Давайте назовем это амбициозность. Это первое, что должно быть. Это фокус бесконечный, потому что вот я познакомился со своей женой за несколько месяцев до того, как создал труху. Возможно, она меня отчасти вдохновила, да. И я ей сразу сказал, смотри, работа у меня на первом месте. Она обиделась, конечно, но согласилась. И мы потом поженились, у нас ребенок, я считаю, у нас классный брак, у нас хорошие отношения. И до сих пор у нас так, работа на первом месте, семья на втором. И все нормально, пока гармония, она к этому относится понимающая. Я думаю, если бы у меня работа была на втором или на третьем месте, то такая и работа бы была, скорее всего. Поэтому амбициозность, фокус, 24 на 7 просто на своей цели. Команда, команда. Я бы один не создал паблик на 2,7 миллионов подписчиков. Да, ковид нас помог нам подрасти, вторжение помогло подрасти, как и всем каналам. Но я бы физически, просто первые дни войны у нас было по 750 постов в день. 750 в день. Да, ну представьте. И я в какой-то момент на первую неделю еще там справлялся, а потом я понимаю, что я вообще не сплю, что-то нужно делать. Подключил знакомого, говорю, давай пока я сплю, ты будешь ставить. Потом еще, вот сейчас у нас там уже около трех людей, которые стабильно меняются и канал ведется 24 на 7. Это тоже очень важно, потому что я видел, как некоторые наши конкуренты до 11, до 12 ночи работали и все, и уходили. А ночью тоже все происходило. И темпачи все происходило только и ночью. И происходит, и происходит дальше. И происходит, да. Поэтому канал должен, новостной канал должен работать 24 на 7, иначе никак. Так что третья – это классная команда, крутая команда патриотов, профессионалов. Каждый знает, что делает, ответственные, проактивные. Я очень ценю проактивность, это прям, ну это очень важно. У нас есть несколько кейсов, когда к нам в компанию люди приходили, ну нельзя так называть, типа самая низшая должность, это звучит не очень. Просто до войны я вообще все сам делал, предложку принимал, там с рекламодателями работал, то когда началось вторжение, я понимаю, что я не успеваю читать все, что пишут. Там и расисты закидывают фейки, и наши что-то пишут, вообще не понимаю. И я нанял человека, просто он сидел, читал предложку, там высматривал интересно и перекидывал мне. А я уже думал, что с этим делать, ставить, не ставить, пропускать, там уточняющие вопросы. И у нас это закрепилось, у нас есть люди, которые работают на предложке, мы это так называем, принимают. И были кейсы, это дважды причем, один человек пришел, он настолько был проактивный, что быстро вырос и сейчас ведет канал, и там нормально зарабатывает процент от рекламы у него, все. И он, я говорю, слушай, ну ты же классно справлялся, кто теперь будет на предложке? Он говорит, ну у меня друг тоже, он ответственный, еще там может быть лучше, чем я. Я говорю, ну давай сюда. Мы, кстати, почти все первые, у нас только последние полгода назад появился HR, который уже занимается персоналом, а до этого все по знакомству, а ты кого знаешь, вот так все в компанию приходили. Так всегда и бывает. И он подтянул своего друга, который со временем стал, и перерос даже его, еще выше. То есть настолько они проактивны, они включались, я от них просил немного, они делали больше, и я это очень ценю. Вот такие качества, ну это на вес золота. Поэтому давайте, чтобы долго не рассказывать, команда, амбициозность, целеустремленность, фокус, что еще? Креативность. Системность. Я бы сказал системность, потому что мы, пожалуй, единственные, кто подошли системно к новостным каналам. Я знаю почти всех админов из Харькова, кто к трухе хорошо относится с ними, я встречаюсь, могу кофе попить, пообщаться. И они мне на эту мысль накинули, они говорят, блин, ну ты первый, кто сделал это системно. Потому что, как правило, канал ведет один админ или два, там два друга, и ну давай поставим, давай не поставим. А ладно, у меня выходной, там пропустим полдня, ничего не будем постить. Ночью идем спать. Ну вот так вот, все не системно. Мы же настолько, ну там посмотреть, у нас эти табликцы экселевские. Мы разбираем каждый день у нас созвон со всеми админами. За вчерашний день мы смотрим репосты, каждый пост, сколько там по репостам. Смотрим по конкурентам, вышли ли мы раньше с этой новостью или позже. Если мы даже на три секунды вышли позже, мы разбираем, почему. Почему мы вышли на три секунды позже. Разбираем. И ну вот так вот это все происходит. Поэтому вот такая системность, я считаю, она очень важна. Без системы ты не станешь лидером в телеграм-канале. Ну и креатив, наверное, важен, правда? Ну креатив, да, это уже, да, кстати, креатив, да. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вы знаете, я хорошо помню время, когда газеты, это было наше все, газеты и телевидение. Потом на моих глазах, человека, который выпускал самую успешную газету Украины, Бульвар Гордона, газеты теряли, теряли, потому что пришел интернет. А потом начало терять и телевидение. Вот скажите, на ваш взгляд, Телеграм это будущее или нет? Это настоящее, на мой взгляд. И ближайшее будущее. А сайты? У сайтов есть плюсы, есть минусы, скажем так. Какие плюсы? Например, смотрите, плюсы то, что если мы выкладываем за день 30-40 новостей, то сайт в среднем выкладывает где-то 250 новостей. Кому-то, возможно, хочется почитать больше. Но мы считаем, нужно меньше делать. Самое главное, это наша концепция, чтобы подписчик вечером пришел домой, просто человек открыл труху, пролистнул ленту за 5-10 минут и знал все, что происходило сегодня днем в его городе, в его стране и даже чуть-чуть международной информации. Это лучше, чем 200 новостей в день? Да, я считаю, да. Никто, смотрите, если мы будем ставить 250 новостей в день, яр упадет, просмотры упадут, мы куда-то в архив уйдем, в Телеграме никто не будет смотреть, оно будет дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. На сайте чем хорошо, то что вы выкладываете там по 250 постов в день, выкладываете, выкладываете, и оно там где-то сохраняется, и через поиск можно найти. В Телеграме это тоже можно делать, но мало кто этим пользуется. Как правило, если что-то хочется, там, не знаю, скандал Джонни Деппа, его развод, то не в Телеграме ищут, открывают Google, и, естественно, там выскакивает сайт, и они там читают. То есть в этом плюс. Еще плюс в том, что мы выкладываем короткую информацию, самую главную, и делаем ссылку, кто хочет уже подробнее почитать, кто хочет там 15 минут ознакомиться, вот ссылка на сайт, переходите, читайте. Есть люди, которые действительно любят там долго читать, анализировать, собирать информацию, поэтому вот мы им даем возможность, сразу уже показываем источник, переходите и читайте. Но, как правило, люди хотят вот здесь и сейчас. Это что-то быстрое, короткое, понятное. Такой продукт. Сайты проиграют конкуренцию Телеграму? Ну, на мой взгляд, они уже проигрывают. По просмотрам, по всему. Поэтому, ну, конечно, нас и так некоторые СМИ официальные за это не любят. И, ну, ладно. Сколько человек работает у вас в Телеграм-канале? Мы сейчас про один говорим, не про сеть. Телеграм-канал. Про один, да. Ну, сеть, понятно, по два человека в каждом. Ну, как я и говорил, есть три админа, которые там чередуются. Кто-то заболел, кто-то еще что-то. Кто-то выгорает, ему нужно отдохнуть. Всякое бывает. Я постоянно подключаюсь. Бывает даже так, что прям вообще некому. Я говорю, блин, ну. Это мое самое любимое занятие. Это вести новости, вести Телеграм. То есть и три админа есть. Вот сейчас я уже чуть-чуть с себя снял эти полномочия. И у нас появился несколько миссов как главный редактор, выпускающий редактор, который контролирует, с которым я непосредственно постоянно на связи, чтобы админов не дергать. Админов я там могу, когда совсем уже что-то происходит, ворваться в чат, в рабочий там накричать или, наоборот, похвалить. Но стараюсь больше коммуницировать с главным редактором, выпускающим, и вот постоянно на связи с ней. Потом у нас есть журналист, который общается, берет интервью, вот и к вам обращался, у вас брал, и со всевозможных политических партий. То есть есть человек, штатный журналист, который коммуницирует и узнает мнение, информацию у известных людей. Есть у нас человек, который смотрит видео разные на YouTube, это какие-то передачи, и делает нарезки. Вот самое интересное. Там, например, Михаил Ткач в «Украинской правде» выпускает новое расследование, мы сразу говорим, посмотри, давай, самое лучшее, интересное. И она там 5-6 нарезок с описанием нам выкладывает, мы уже выбираем, что поставить такое, что самое яркое. Все 5-6 не ставите, одну берете. Да, 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 мы так, конечно, нам кидают там 5-6, мы в лучшем случае одно, но бывает максимум два. Раньше когда-то мы так Арестовича ставили, первые месяцы войны тоже девочка смотрела, но сейчас он как-то очень сильно зашкварился, и мы его уже принципиально не ставим. И есть человек на предложке, который смотрит, помогает админам, подкидывает, смотрите. А, у нас еще есть стендапер, который помогает делать добивки, потому что не у всех, скажем так, людей сильная сторона юмор, и я решил усилиться, я поездил по Киеву по открытым микрофонам, посмотрел на стендапера, увидел двух людей, которые мне понравились, и написал, и вот один быстро отреагировал, я говорю, давай нам, добавил в чат, и теперь у нас какая-то новость выходит, мы ему перед тем, как выйти, кидаем, говорим, посмотри, что там можно, какую добивочку сделать, и он юморит там что-то дописывает. Иногда бывает не идет, иногда бывает, нам нужно очень быстро выходить, мы выходим, а потом уже ему кидаем, мол, посмотри, если есть мысли, потом добьем, отредактируем. Вот примерно такая команда у нас. Вот я же готовился к интервью, как порядочный человек, я смотрю, что пишут, что в своем блоге на Медиуме вы утверждали, что труху основали три человека, вы, ваш друг айтишник и гуру маркетинга по имени Сергей, они еще с вами до сих пор, эти двое ребят? Ну, смотрите, был Сергей, он с нами, да, это маркетолог, и был человек-инвестор, он всегда желал оставаться неизвестным, анонимным, ну, скажем так, из сферы айти, у меня были знакомые сферы айти, и я обратился, я просто понимал, что если создать сейчас новостной канал без бюджета, то далеко я не уйду, например, моя группа «Благополучие Luxury Life», я дошел до 300 тысяч подписчиков без единого вложения, но это было больше пяти лет, и я думаю, сейчас пять лет идти, то есть нужны вливания, нужен трафик, маркетинг, агрессивный маркетинг, поэтому я обратился, и он нам финансово помогал. Сейчас мы уже там все вопросы уладили, и он уже не с нами. То есть инвестор был первоначально? Конечно, да, я занимал деньги, да, чтобы стартовать. Сколько инвестор вложил в ваш проект? Ну, это секретная информация, скажем так. Приблизительно, скажу вам, это небольшая сумма, это… Сейчас скажу, и будет понятно. Ну, скажем так, это несколько десятков тысяч долларов за все время. Ну, это небольшая сумма. Если сегодня кто-то захочет с нуля начать проект и скажет, я амбициозный, телеграм-проект, канал, у меня классная команда, я знаю, что нужно делать, вот все есть из того, что вы перечислили. Я ищу только того, инвестора, кто может дать деньги. Сколько нужно сегодня денег дать, на ваш взгляд, чтобы телеграм-канал ушел за миллион? Чтоб за миллион ушел? Ну, где-то от двух до трех миллионов долларов нужно вложиться. Да? Да. А на что же потратить эти деньги? Человеку или вы имеете в виду, как продвигаться? Команде, команде, на что же потратить эти деньги? Куда они? Ну, это налив трафика. Сейчас подписчик дорогой очень и на вес золота. Поэтому, вот если бы вы мне сказали, я хочу создать такую же труху, как у вас, на 2,7 миллионов подписчиков, то я вам скажу, меньше, чем за 5 миллионов долларов не получится. С классной командой, с системностью. Просто такое время. Сейчас такое время. А что же я буду делать на эти 5 миллионов? Рекламу давать или что? Ну, конечно, реклама, продвигаться, да. Реклама. Может где-то платить деньги подписчикам, как мы делали, за контент. Это же тоже бюджет. Это зарплаты сотрудников. Это какие-то, ну, такие расходы. Поэтому, ну, в основном это... 5 миллионов долларов, немалые деньги. Немалые, да, немалые. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Мне тоже говорят, что и Инстаграм, и Телеграм пользуются... Как это называется? Короче, подписчиков как-то искусственным образом подтягивает, понимаете, да? То есть за деньги. Это возможно вообще? То есть или... Вот я не знаю. Я никогда этим не занимался просто ни в одной из своих соцсетей. У меня нет ни одного бота, там, левого человека. И я с удивлением слышу, что говорят, да нет, за деньги можно. Можно или нельзя? Можно ли за деньги привезти подписчика? Да. Ну, конечно, да. Вот на это же и идет бюджет. Не такого честного подписчика, как вы говорите, а какого-то бота, которого нет. Есть накрутки, какие-то сервисы. Не знаю, мы ими никогда не пользовались. Мы против, потому что сразу будет видно. Если у тебя на канале 10 тысяч человек, а просмотров 50, то сразу возникает вопрос. Конечно. Да, то есть такие ресурсы есть. Нам иногда пытаются навязать. Мы сразу закрываем канал, как-то с этим боремся. Потом достаем ботов, которые чистят ботов. Есть такие. Да, то есть мы, наоборот, с этим боремся, чтобы не было накрутки. У вас же уникальная просматриваемость. То есть если у вас, допустим, 2-700 миллиона подписчиков, то там один пост смотрит огромное количество людей. Правильно? Ну, больше миллиона смотрит. Ну, это фантастика. Спасибо. Ну, реалии. Скажите, пожалуйста, если продолжать разговор о подписчиков, вы подошли к началу войны, 190 тысяч подписчиков, правильно? Полномасштабная война имеем. И тут началось. И вы оказались лучшими. Вот сразу, сходу, вы оказались самыми лучшими. И у вас начала бешено расти подписка. Вот просто бешено. Вы помните этот рост? Он вас впечатлял? Впечатлял. И я вот чуть-чуть бы вас поправил. Мы не сразу оказались лучшими. У нас за день до вторжения появился чат админов среди харьковских пабликов. И мы были лидерами, нас не любили, понятное дело. И я помню, на второй или на третий день вторжения кто-то в чат написал, а труха уже не первая. И я смотрю, у конкурента, которого мы там обгоняли больше года и были лидерами больше, чем полгода мы были, он нас обогнал в первые три дня на очень много, скажем так. Я поэтому и перестал спать. Я просто все, 20 часов на ленте, каждую минуту посты. Да, потому что проигрывать это точно не для меня. И меня это, вот возможно, кстати, возможно, это был такой внутренний личный толчок, мощный, что вот все просто в мире остановилось и желание снова обогнать конкурента, которого ты когда-то обогнал. Мною это двигало первые недели прям очень сильно. Спасибо конкуренту, правда? Спасибо, да. На самом деле спасибо всегда конкурентам. Они вдохновляют, они учат, они подсказывают. Если правильно смотреть, то... Этого конкурента мы назовем? Я думаю, не стоит. Он уже не конкурент. Он так и остался на уровне регионального паблика, поэтому уже нет. Когда мы где-то в Квитне было 700 тысяч подписчиков уже, и я понимал, что это уже не труха Харьков, это уже что-то большее. Посовещался с командой, я говорю, ну пора нам стать уже Украиной, всей Украиной. И мы стали Украиной, и снова были паблики больше нас, на тот момент уже миллионники, и приходилось уже смотреть, как они работают, обгонять их. Сейчас мы уже, вот ближайшие конкуренты, от нас в отрыве больше миллиона подписчиков. То есть сейчас, ну, за дел сумасшедшим, мы очень далеко ушли. Но сначала такого не было, и мы смотрели и конкурировали. Что вы делаете такого, чего не делают они? Вот вы себе отвечали на этот вопрос. Почему у вас 2,7, а у ближайшего конкурента 1,7? Постоянно. Мы, смотрите, ну, во-первых, мы всегда настроены на обратную связь от подписчиков. И я помню еще до вторжения, когда это был Харьковский канал, я заходил, там в управление видно, кто отписался, вот прям конкретно люди, которые отписались от канала. И где-то 10-15 людям я писал, там, приветствую, это Макс. Нет, тогда еще я не писал, что это Макс, я просто... Это админ трухи, подскажите, пожалуйста, почему вы удалились? Сначала никто не отвечал. И я решил им чуть-чуть уже подкинуть вариантов, думаю, может так хотя бы начнут отвечать. И все то же самое, почему вы отписались, там много негатива, много мата, еще что-то. И люди начали отвечать, то, что мы примерно понимали, да, из-за чего могут. И иногда там такие были ответы, которые мы вау. Например? Например, нам писали, забивается память. Вот просто забита память, извините, вы классный канал, но у меня телефон... И мы тогда разобрали этот вопрос, оказывается, кэш в Телеграме, он действительно очень быстро и сильно забивается. И я делал два поста, ну там с периодичностью в месяц, как почистить кэш в Телеграме. То есть мы как бы таким образом, да, кто-то писал, что я случайно отписалась, я даже не видела. То есть в потоке всех пабликов человек просто случайно отписался, тогда кидал ссылку, вы заходите. То есть к чему я говорю, мы всегда были настроены на обратную связь, где-то раз в год я делал пост, что ребята, труха хочет стать лучше для вас, подскажите, какие рубрики добавить, что вы хотите увидеть, чего вы не хотите. И люди накидывали в комментариях, в личку, и постоянно я на это смотрел. плюс мы первые, кто стали платить деньги за контент. Тогда у нас у конкурентов в Харькове была такая прям уже мощная история со своими подписчиками длиной 8 лет, 10, и я понимал, что надо как-то переманить. Вот что-то случается, какой-то ДТП, люди по привычке снимают и там отправляют конкурентам. Думаю, как иметь вот такой эксклюзивный контент. Решили платить деньги, 50-100 гривен за пост, за опубликованный. Это сработало. Нас конкуренты очень сильно хейтили, прям очень сильно. А потом я посмотрел, прошло где-то полгода, и они тоже стали платить деньги за контент. Пару пабликов принципиально остались. Нет, но в целом такая практика. Вы и сегодня платите за контент? У нас, смотрите, в национальном канале нет, но в региональных, да. Во многих региональных эта практика сохранилась. И какие цены? От 100 гривен. 100 гривен. Ну, а что нет? Вы едете с работы домой, видели аварию, скинули нам, мы вам 100 гривен опубликовали. А для телеграм-канала принципиально важно быть первым в освещении той или иной информации? Ну, конечно, но это как и в СМИ, как в спорте, везде. Ты либо первый, либо никакой, скажем так. Поэтому, конечно, везде нужно быть первым. Кто там говорил? Если быть, то быть первым. Первые места, лучшие места. Вот это наша политика, наша философия. Сколько сегодня стоит ваш телеграм-канал, если вы вдруг решите его продать? Я не знаю, как назовем цену, например, так и просто, ну, считается доллар за подписчика. Доллар за подписчика, вот столько считается канал. Если брать по такому принципу, да, то выходит, национальный, оценивался бы в 2,7. Общался с Евгением Черняком, он скажет, что там, в куларах обсуждается, что наш канал оценивают в 25 миллионов долларов. Поэтому, я не знаю, я канал не продаю, это принципиально, у нас война, и мы сейчас локомотивы по борьбе с российской пропагандой, и мы не имеем права даже и задумываться о том, чтобы что-то делать с нашим каналом. Поэтому, кто даже, не знаю, 50 миллионов, 100, можно назвать любую сумму. Ну, не горячитесь, не горячитесь, нельзя говорить, не продаю, просто не предложили еще тех денег, за которые вы могли бы продать. Не, ну, конечно, если миллиард долларов предложат, я бы подумал, скажем так. А за 100 миллионов не отдадите? Нет, ну, нет, но сейчас вообще не продаемся. 100 миллионов долларов дают, не продаете? Давайте, вы сначала выставьте нам это предложение, потом разберемся. Хорошо. Сколько сегодня может зарабатывать телеграм-канал, такой, как ваш? Сколько ваш телеграм-канал зарабатывает в месяц? Ну, очень сильно зависит от периода. Летом, ну, у нас весь доход от рекламы. Естественно, летом меньше рекламы, ближе к новому году и больше. В среднем, в среднем, мы так считали, по месяцам, если разбивать, то где-то доход 300-500 тысяч долларов в месяц. 300-500 тысяч долларов в месяц? Да. Потрясающе. Это же не чистый доход. Это потом же ты начинаешь платить зарплаты и практически, практически все деньги идут на, ну, мы еще не в каждом городе лидеры. Есть города, где труха еще не лидер. Туда у нас сильнее фокус, а это все деньги. Плюс, мы готовы закупать какие-то паблики, конкуренты. Мы открыты к таким предложениям. И у меня сейчас очень большие планы на 24-й год. В Украине мы все понятно, мы уже лидеры и очень прочно себя чувствуем. Будем, мы уже вышли на международный рынок. У нас есть труха Грузия, Азербайджан и Израиль. В планах еще 10 стран на 24-й год. Это все деньги, это все финансы. Мы уже вкладываем, уже просчитываем. Например, у нас вчера был спор, где лучше... У Витрина и у нас, да, вижу. И мы, например, вчера спорили, где мы раньше выйдем, в Мексике или в Бразилии с маркетологами. Они говорят, ну смотрите, по цифрам выгоднее в Мексике, но на перспективу подписчик будет выгоднее в Бразилии через год. И вот такие споры и сейчас весь фокус. Поэтому, знаете, некоторые говорят, о, там, 300-500 тысяч зарабатывать, то есть это, наверное, люди представляют, что мы там ходим с сумками из офиса, я не знаю. Я этих денег не вижу. Я живу на съемной квартире, езжу на машине 15-го года, то есть я не вижу, я вкладываю постоянно в развитие и 24-й год прям еще больше планов. И слава Богу, слава Богу, не нужно ни у кого занимать денег. Вот это меня радует, потому что если изначально нужно было там искать инвестиции, то сейчас вообще на самообеспечение полном и меня это устраивает. Независимость. Сладкое блюдо? Больше горькое, чем сладкое. Если брать наш канал, например, Телеграм, который абсолютно независим, то я просто вижу, как конкуренты, другие Телеграм-каналы, СМИ, они, ну в основном СМИ, скажем так, они не могут понять, как этот парень из Харькова создал Телеграм-канал, который сейчас главный в стране, самый популярный, да, как, кто там, кто тебя спонсирует и там постоянно привязывают канал, ну был Коломойского, сейчас уже не говорят, видимо, Коломойскому сложно вести канал из СИЗО. Канал Ахметова, канал Авакова, канал Порошенко, канал Офиса Президента, чего я только не слышу, у них нету, понимаете, вот понимания, что, ну как это, вот просто человек... Нет, так не бывает, так не бывает. Да, да, вот типа так не бывает, а почему они так думают? Потому что 30 лет наша медиа, ну я сейчас чуть-чуть сильно утрирую, но по сути это так, как я вижу, так, как на мой взгляд и было. Все 30 лет наши медиа принадлежали олигархам, они между собой делили это радио, телевидение, сайты, газеты, все было поделено, там где-то больше, где-то меньше, но было понятно, за каким каналом, какой олигарх, там с кого спрашивать, куда идти. А тут появляются телеграм-каналы, которые становятся лидерами и которые не принадлежат никакой партии, никому не принадлежат, понимаете, никакому политику, чиновнику, бизнесмену, и у них это не укладывается в голове. Вот просто, вот как это? И пытаются, пытаются придумать, какие-то заказные расследования делают, статьи, но при желании можно сказать, что труха это канал инопланетян, масонов, а факты подтянутся, журналисты подтянут факты, поэтому, ну вот как-то вот так. Поэтому с этой точки зрения независимость, она горькая, потому что достается очень много хейта, очень много. Но мы, как это сказать? Ну давайте, ладно, простыми словами, мы кремнием, мы камни, поэтому все, что там, да, летит, ради бога. С другой стороны, да, независимость, это действительно сладкое блюдо, потому что, вот я сейчас вот в руках держу телефон, доступ в трухе, я могу сейчас написать все, что угодно, про кого угодно, никто с меня не спрашивает, никто не управляет, не контролирует. И вот такая власть, она, она и пугает многих СМИ, конкурентов. Это четвертая власть и называется. Да, да, она пугает конкурентов, а и меня иногда пугает, поверьте, но я понимаю ответственность, если я сейчас начну какую-то хинею ставить, я понимаю, что на мне есть ответственность. Если раньше это была просто труха Харьков, и там было немного ответственности, то сейчас нас читают все, нас читает офис президента, нас читают те же олигархи. Я когда был у Зеленского, мы пока ждали полчаса, когда он придет, вокруг были СМИ и главредакторы, и я у них спрашивал, а вы нас читаете? Да, мы вас читаем, то есть нас читают все, нас читают подписчики, просто рабочие, и я понимаю, что это большая ответственность. Нас читают военные, которым мы тоже вдохновляем, мы помогаем, мы вообще с первых дней постоянно на связи с военными, я сам лично езжу, мы делаем сборы, и лично езжу, встречаюсь, передаю. Нас читают враги, мы это тоже понимаем, вражисты нас читают, и мы этим пользуемся, мы иногда можем им там, а вот посмотрите, они там, что-то у них там произошло, мы стебен показываем, что вообще на болотах там случилось то-то, то есть такая демотивация врагов, которые нас читают. Поэтому очень большая ответственность, и я вам, если нас представители СМИ официальные смотрят, не переживайте, ребята, какую-то ахинею я ставить не планирую. Чтобы закончить разговор о деньгах, сколько стоит у вас рекламный пост? Стандартно 96 тысяч, один рекламный пост. Это если брать основной канал. Если региональные, начиная где-то от 500, это Труха-Ужгород, до 5-7 тысяч в крупных городах за один пост. Вы говорили о политиках, об олигархах. Ну вот смотрите, политик, который хочет, допустим, стать президентом, или хочет возглавить фракцию, завести Верховную Раду, партию завести Верховную Раду, сделать фракции. Вот он думает. Вот, допустим, раньше я создавал медиа, да, а теперь уже такое медиа есть. Так может мне его как-то попытаться профинансировать? У вас были предложения от политиков, например, финансирование ежемесячным? Нет, у нас было такое, что очень-очень известный олигарх, скажем так, пришел и сказал, хочу купить ваш канал с сохранением команды. Вот прямо взял и пришел? Ну, не сам, он через своих людей, понятное дело, да. Предлагал 5 миллионов долларов за канал, это были, это первые полгода вторжение было, я думаю, он увидел, насколько мощный ресурс, который, ну, Телеграм, который все недооценили. Плюс еще телемарафон появился, который чуть-чуть нам помог с подписчиками, потому что на всех каналах идут одни и те же новости. Я хорошо отношусь к телемарафону, иногда сам его включаю, но в целом, в целом, мне кажется, нам чуть-чуть телемарафон помог, потому что, ну, слишком все, 15 каналов ты листаешь одно и то же, хочется разнообразия. И после вторжения очень много появилось даже тематических пабликов. То есть, тут даже, кстати, вопрос трафика. Смотрите, если до вторжения мы в основном привлекали подписчиков из других соцсетей, закупали рекламу, везде это был Facebook, это Google, Instagram, TikTok, там, то после вторжения все пошли в Telegram, даже мои родители, которым уже за 60, да, папе 62 сегодня. С днем рождения, папа. Спасибо. И, смотрю, папа зашел в Telegram, добавился в Telegram. Как папу зовут? Андрей Иванович. Андрей Иванович, с днем рождения. Супер. Приятно. И пошли все. И когда я увидел, что уже мои родители, которые всегда в Viber были, и тут уже в Telegram, я понимаю, что рынок изменился. И появились же не только новостные каналы, появились просто тематические, много, там, какие-то хобби, спорт, и, естественно, людям интересно. Поэтому они идут, смотрят, и мы теперь трафик больше привлекаем из Telegram, вот из других каналов, из других соцсетей, из наших собственных. Мы с канала на канал постоянно там перекидываем. То есть уже больше в Telegram идет работа маркетолога. С политиками понятно, с олигархами тоже. А офис президента вас о чем-нибудь просил? Никогда. Никогда не просил. Единственное, что они недавно попросили, это прийти на встречу Off the Record, где были еще 20 представителей СМИ и впервые позвали представителей Telegram каналов. Это впервые такое в истории, потому что Telegram же не попадает под закон медиа, ни под что. И считается, что Telegram анонимные, там ни в коем случае не читайте, это же вообще анонимно. Ну как могут быть анонимные каналы? Ну вы же есть, вы же не аноним, правильно? Да, да. Поэтому, а так никаких просьб, ну, я в принципе, ну, я думаю, они видят, что мы поддерживаем верховного главнокомандующего. в стране идет война, и мы с первых дней, у нас есть президент, который никуда не уехал, никуда не убежал, он с первых дней отстаивает позицию, у него большие успехи в международной политике, и, да, мы, мы не зеленые, не красные, то есть я к политике вообще не принадлежу, я сейчас пытаюсь разобраться, смотрю там, кто с кем как относится, дружит, потому что это очень такая, да, вот эта вся политическая, тонкая сфера, да, да, это очень тонкая сфера, просто для понимания, но есть война, есть верховный главнокомандующий, он в данном случае президент, поэтому мы поддерживаем, мы ставим вечерние обращения, заявления, все, что важно, я думаю, этого достаточно, они это видят, ну, никаких просьб не было. того-сего, ничего не было. Встреча, какой вам показалась? Вы, насколько я знаю, сидели в первом ряду перед президентом, даже какую-то идею ему подали, да? Было, ну, не совсем первый ряд, мы, у нас был стол, длинный такой стол, помещение, часто его по телевизору можно видеть, светлая комната, белый стол, получается, президент сидел напротив, ну, чуть-чуть по диагонали, где-то вот в двух метрах, то есть мы весь вечер практически, ну, часто взглядами пересекались, потому что, ну, дальше уже там не так было видно людей. И, да, там тоже был такой смешной момент, что я молчал, слушал, я впервые, да, наблюдал, там представители СМИ задавали вопросы, и в конце пресс-служба говорит, там, добре, там, півтори годины, как мы планировали, давайте завершивайтесь, и, и до меня звертается, и говорит, может, есть вопросы у представителей телеграм-каналов, и тут президент на меня смотрит, все СМИ, я чуть-чуть так в ступоре был, я вспомнил, как будто я на экзамене в школе, когда на тебя директор и преподаватели все смотрят, я начинаю, я кажу, в мене питань немає, є пропозиція, потом думаю, как-то я очень нагло начал, и кажу, добре вечером, добре вечер, ну, и потом у меня, ну, такая пропозиція, не сильно бы хотел афишировать, но суть ее в том, что за 600 дней, тогда было 600 дней, сейчас уже чуть больше, за 600 дней войны, у нас есть Министерство информационной политики, на самом деле, но про это мало кто знает, и никакого коннекта с телеграм-каналами вообще нет, то есть просто даже элементарно спросить какой-то вещи, вот там какой-то фейк вброшен, еще что-то, можно ли это поставить, а как вы относитесь, то есть элементарной коммуникации просто нет, и я ему сказал, что ну давайте, может, какую-то рабочую группу создадим, чтобы как-то помочь, ну сказали, пытание буду вырешиваться, поэтому я думаю, пытание вырешится. Каким вам показался президент во время встречи, вот ваше впечатление? Уверенный, очень такой уверенный, энергичный, но где-то усталый, это вот ощущалось все-таки, ну и видно, что он очень сильно погружен в тему, потому что вопросы были разные, абсолютно разные, и он на все отвечал, отвечал развернуто, действительно видно, что он живет все тем, что происходит сейчас в стране, 24 на 7, то есть вот это вот то, что я увидел. После этой встречи на вас так набросились, почему труху пригласили, как вы это восприняли, не переживали, нормально все? Да нет, ну это ж уже не первые накидки, и на самом деле мы улыбались, что это ж надо, но представьте, кстати, вот чуть-чуть отступлю назад, до того, как президент пришел, те СМИ, которые были вокруг меня, они все накинулись, ну по-доброму, и начали расспрашивать, а сколько вы постов в день ставите, а сколько людей у вас в команде, я прям увидел, а это люди там, Интер, ICTV, каналы, которые для меня казались чем-то, и я вижу, как они с горящими глазами действительно пытаются узнать, вот наш продукт, что происходит, и... Как он здесь оказался, этот парень? Да, нет, кстати, вот это уже после, и как, причем это начали там говорить те, которые не пришли, которых не позвали, и нас, тогда мне один из, не будем там называть СМИ, он говорит, вы феномен, вы понимаете, что вы феномен этого времени, и я потом после встречи уже собрал команду, мы по Zoom, и говорю, ребят, вот была встреча, смотрите, СМИ считают нас феноменом, ну действительно так и есть, а потом уже получается, а что я отступил, назад сейчас, то, что вы феномен, а ну было очень позитивно, я видел, что действительно, ну очень большой спрос, очень большой интерес, и как уже закончилась встреча, уже вечером в Фейсбуке, где же еще, да, на Фейсбуке одна из представителей СМИ, которую не позвали, начала возмущаться, как это так, неаккредитованная труха, анонимный телеграм-канал, Максима Лавриненко позвали в офис президента, то есть два даже предложения не совсем укладывается, Максим Лавриненко, анонимный телеграм-канал, их очень сильно это возмутило, обурило, а, так вот, к чему я говорил, то, что потом наша реакция какая, мы сначала увидели, опять несется какой-то негатив, хейт, а потом созвонили с командой, подумали, блин, это ж, какой мы имеем эффект, что мы просто присутствовали, я ничего там такого не сделал, не, ну, я понимаю, если бы я там что-то там вычудил, да, и потом это понеслось, или еще что-то, вообще просто поприсутствовали, ушли, и вот само присутствие, настолько вот кого-то триггерит, мне кажется, это успех на самом деле, поэтому мы очень позитивно относимся, когда вот так все происходит. Увидев близко президента, человека, который был далек от политики, занимался искусством, и достиг в нем, в искусстве огромного успеха, и стал президентом, у вас не появилась мысль, елки-палки, и я же в своем деле достиг такого успеха, может и мне пойти в президенты, со временем. Нет, такого нет. Политика сейчас точно не думает. Нет, я не о сейчас говорю, я говорю о будущем, это еще победить нам надо сначала, я говорю о том, что вы имеете такое влияние, и вы имеете такой механизм влияния в руках, не хотите ли вы пойти в большую политику? Пока я об этом не думаю, нет, сейчас война, и весь фокус на помощь ЗСУ, тут прям чуть ли не через день у меня встреча, мы делаем сборы, звит, и... Вы же много помогаете, я знаю, и дронами, и всем остальным, да, расскажите пару слов, вот чем вы помогаете фронту? Ну, в принципе, так, постоянно показываем, освещаем, да, наши сборы, поэтому, если двумя словами, мы, помимо, там, всевозможной техники, это дроны, дронов очень много, они всегда нужны, мы делали сбор на экскаватор, например, был такой запрос у штурмовой бригады, что нужно быстро копать оковы, ровы, мы помогаем одеждой, там, обувь, просто одежда, мы помогаем, даже элементарно, я езжу по висковым шпиталям, привожу шприцы, нужны шприцы, что еще? Я не знаю, ну, много, какие-то запросы, что-то нужно, мы, вот сейчас мы делали сбор на защиту, на вот эти плитки защитные, постоянно все нужно, рации, кстати, ну, мы решили про это много не писать, но у нас один из, одно из подразделений заказало у нас рации Моторола, говорят, те рации, которые сейчас там не все так, и я уже столько легенд слышал про эти рации, ребята заходят, вот сейчас нельзя говорить, пока генштаб не скажет, но есть освобожденные территории, и вот эти подразделения идут, и они говорят, вот рации эти просто, вот настолько выручают, там настолько чистое звучание, вот пусть будет это реклама Моторола, но они говорят, вот, ну, действительно, ты быстро... Они лучше, Моторола лучше, что там? И вот, казалось бы, элементарные рации, а насколько они были нужны, насколько эффективны, люди, ну, они проходят, продвигаются, и рация, это даже не везде есть глаза в небе, потому что дроны сбивают, а рация, что у тебя в руке, и коммуникация с твоими побратимами, поэтому, вот, какой запрос мы реагируем, это что касается военных, потом мы помогаем пострадалым семьям от прилета ракет, в Днепре был случай, в Чернигове, вот в Умане, в разные города, где прилетает, мы прямо выкладываем пост, обращайтесь к нам, труха поможет, и люди обращаются, доказывают, что они там прописаны живут, что действительно там, ну, мало ли кто обращается, правильно? И вот семьям, которые пострадали, мы выделяем уже вот собственные деньги, вот властные кошки. Потом нам сейчас очень много в последнее время стало писать, что труха, вы помогаете военным очень много, это классно, но обратите внимание, что помощи нужно там еще помогать. И поскольку я сам отец, у нас пошел фокус сейчас на детские дома, на дитячие центры, скажем так. Я ездил в Тернополь, в Хмельницкий сейчас, сделал там запросы, что вам нужно, потому что из этих городов нам больше всего писало, вот в труха, в Хмельницком подписчик пишет, приедьте к нам, там вот нужна помощь, там я приехал в эти два города, собрал информацию, сейчас мы думаем, как помочь. На следующей неделе, или возможно в конце это, еще поеду, Луцк, Черновцы. Потом может это расшириться, то есть еще вот мы охватываем уже как бы большие сферы помощи, но фокус все равно на военных, в первую очередь, потому что, несмотря на то, что нам и партнеры за границей помогают много, и там Миноборона работает, все равно очень много вещей, которые нужны, и то, что волонтеры делают, и по сути на волонтерах и держится все это с первых дней. Вспомните, первые дни, ты либо военный, либо волонтер, что почти все разделилось, и это очень круто. Мы так объединились, и до сих пор это чувствуется. Конечно, сейчас некоторые скандалы по вот этим Прозоро и прочим чуть-чуть надрывают доверие, и сборы идут уже хуже, и люди устают уже почти два года войны. Просто был такой анонс сумасшедший про контрнаступление еще летом, и некоторые такие, ну где же контрнаступление, они же не понимают всех военных нюансов, что оно есть, просто оно не такое, как все ожидают, что это будет как Херсон, когда освобождали, и Харьковскую область, когда просто ты как сериал смотришь, боже, освободили, пошли, Кракен там всех мочит, еще было очень круто. И все же думали, все, сейчас будет такое же контрнаступление, оно есть, идут, но не так быстро, как хочется, и у кого-то какие-то могут быть сомнения, знаете, кто-то перегорает там, поэтому вот хотелось бы, кто нас смотрит и вдруг решил, что уже почти на третий год войны, что все, там разберутся, нет, вот реально, каждая ваша копеечка, как каждый ваш 6 гривен, 100, когда делаются сборы, пожалуйста, по возможности участвуйте, реально это очень помогает. Я сейчас говорю не только про наш фонд, очень много кто на что собирает, просто помогайте, потому что действительно на этом держатся, наши военные на этом держатся. Вас же тоже ругали по многим показателям, ну вот я помню, в начале войны ругали за то, что вы постите типа фейки, постите прилеты ракет, места прилета ракет, вы объясняли, что мы не знали, как быть тогда с прилетом ракет, с этими местами, ну вот расскажите немножко об этом. Ну, смотрите, вы правильно все сказали, когда началось уже полномасштабное вторжение, мы же все не военные журналисты, у нас нет опыта, и мы не знаем, что можно, что не можно. Естественно, когда в твоем родном городе, на Салтовке, на Наталье Ужви, в какой-то дом прилетает ракета, то все об этом пишут, и мы, все паблики об этом писали, мол, Наталье Ужви 3, ракета попала в дом, то есть мы пытаемся предупредить людей, пытаемся от чего-то уберечь, вот так это происходило, первые дни, потом, где-то, может, спустя пару недель, кто-то, у нас вот появился чат в Харькове, всех админов, разных пабликов, тогда уже и спецслужбы подключились, уже нам начали подсказывать, уже тоже чуть-чуть, то есть участвовали, мы на самом деле с первых дней работаем со спецслужбами, то есть мы на связи, мы что-то спрашиваем, что-то нет, и или они, или кто-то из админов говорит, на второй неделе войны, говорит, а давайте, слушайте, может мы таким образом там корректируем огонь, давайте не будем указывать номер дома, вот такая мысль была, но кто-то говорит, давайте просто писать улицу, давайте, мы начали писать там на Ужви, еще где-то там ракета осторожно, потом говорит, давайте все-таки даже улицу не писать, давайте просто район, давайте, то есть правила поменялись, естественно, мы всегда им следовали, потом появилось правило, это уже спустя 2 месяца, 3, может я не знаю, что есть прилет, и только через 3 часа, если это в гражданскую инфраструктуру, через 3 часа это можно постить, если это военная инфраструктура, то через 12 часов можно ставить, вот так вот, окей, иногда там не все сразу это правило схватили, по привычке, да, там что-то происходит, понятно, у тебя руки дрожат, ты выкладываешь, предупредит людей, но в целом все уже начали вот такое правило, и оно на самом деле до сих пор существует, что либо мы ждем 3 часа, либо какое-то официальное заявление, то есть глава ОВА, мэр, какое-то официальное лицо вышло, сообщило все, как карт-бланш мы уже можем ставить, и мы эти правила всегда придерживались, поддерживались, к нам у УСБУ ГУРа вопросов нету, никогда не было, то есть мы, но поскольку, и смотрите, все ставили, да, там какие-то вот эти моменты, но поскольку мы уже были самые заметные, то естественно на нас весь вот этот фокус, что ага, вы постите, зачем, вы помогаете врагу, там еще что-то, и, наверное, ошибка была в том, что мы сразу не начали объяснять, не стали с этим работать, мы просто не обращали внимания, мы делали свое дело, мы помогали, а вот этот шлейф, вот да, вот какой-то там стереотип, какой-то негатив, он остался, и где-то, наверное, ну целый год нас точно преследовал, сейчас я уже иногда читаю, там, комментарии у конкурентов, а, труха, это которая первую половину войны, там, ставила прилеты, то есть уже смирились с тем, что, ну, скорее всего, труха проукраинская уже там допускает такую возможность, но там что-то вспоминать, и вспоминать, естественно, первые недели, дни, вот то, когда, вот, ну, все это ставили, СМИ это ставили официально, телеграм-каналы, мы в том числе, просто мы самые заметные, и на нас, вот, за нами вот это закрепилось, и при любой возможности люди пытаются это напомнить. Но у нас, вот у нас работа над ошибками была уже тысячу раз проделана, и мы всегда на это обращаем внимание, поэтому, я думаю... А что за скандал у вас с Соловьевым получился? Тоже много писали об этом. Что там было? Да там, там не у нас скандал, там, я так понял, что Соловьев у себя в передаче выложил якобы переписку Рыбаря, есть такой пропагандон. Да, 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 якобы с админом Трухи, там взяли мою старую фотографию, которая еще до войны была сделана, не было даже этого, скажите, верификации, ну, премиум аккаунта. фальшивку, фальшивку дали, да? Да, просто фальшивку, просто такой дешевый фейк слепили, что выставили, и, ну, это смешно, мне сначала админки, да, ты видел там, что-то происходит, я еще не успел дочитать, СБУ звонит, я открываю, ну, звоню, думаю, что ж там уже, говорят, ты видел, там на тебя фейк слепили, там еще, то есть, вот такая реакция была, и там как было, смотрите, все про него бы и забыли, на самом деле, но этот фейк подхватили в Украине, некоторые уважаемые активисты, подхватили телеграм-каналы, там при любой же возможности конкуренты сразу, ага, и оно уже начало нестись, что мне уже опять спецслужбы звонят, говорят, Максим, ты готов сейчас вот пройти телеграф, сказать, что у тебя нету связи с Руснею, я говорю, готов, давайте сделаем это публично, чтобы все увидели, полиграф, полиграф, да, полиграф, я готов пройти, и мы уже стали договариваться о встрече в этот день, чтобы я публично прошел полиграф, увидели, что у меня нет контактов с Русней, но пока мы это все готовили, они уже там у себя, уже начали опровержение сами делать, что это слепленный фейк, и все, и потом я просто вышел уже, приехал на Крещатик, записал видео, что, ну, вы видите, как враг бесится, их основная задача, это подорвать доверие, подорвать доверие подписчиков к телеграм-каналу, подписчиков к власти, к военным, и так далее, и тому подобное, и я просто это вот простыми словами объяснил, говорю, давайте не будем вестись, они уже бесятся, они уже не знают, что им делать, но я обратился к активистам в нашей стране, что давайте сейчас все-таки будем единым организмом, вот победим, потом уже будем там между собой собачиться, воевать там, если захотите, но сейчас внутри страны мы не имеем права вообще конфликтовать, пока идет война, мы должны максимум быть объединенными и бить по врагу, и все, я с этим вышел, потом мы сделали репосты, нас очень много военных поддержало, с которыми мы уже давно работаем, сотрудничаем, поэтому и вот так оно и забылось, а может и нет, не знаю, если вы еще помните такой скандал. Максим, вы уже киевлянин, я так понимаю, да? Да, я уже больше года живу в Киеве. Харьков тянет за лед? Харьков, Харьков родной город, как ни крути, я там родился, вырос, я там встретил свою жену, мы поженились, у нас там родился ребенок, все в Харькове, у меня родители в Харькове, все это время войны, я говорю, давайте, ну, когда вот были вот эти обстрелы, самые такие массовые, я говорю, хотя бы просто давайте куда-то, нет, мы здесь, у нас тут собачки, кошечки, я каждый раз, когда какие-то обстрелы, у меня сердце сжималось, и я видел даже скамер, когда мой район обстреливали, прям вокруг дома, но это ужас, конечно. Это Салтовка, да? Нет, это в центре, в центре Харькова. И какой вопрос был? А, Харьковчан, и вы уже киевлянин. Я себя не могу назвать киевлянином, и сейчас я общаюсь со многими, людьми в Киеве, как правило, это все люди, которые приехали из своих родных городов. Поэтому мне очень нравится Киев, и очень нравится, тут даже в плане медицины, нам нужно было делать плановую вакцину для ребенка, и нигде не было этой вакцины, кроме Киева. В Киеве, мы полгода жили на Закарпатье, безумно красивый регион, я там был впервые, я влюбился, но нам там скучно, вот банально скучно, мы полгода, мы знали, что в Киеве происходит, вот летят ракеты, все, и мы все равно поехали в Киев, потому что, ну, привыкли к городской жизни, вот такие вот, с женой городские, притом мы не тусовочные, мы не ходим там, в Боха не ходим, не нарушаем комендантский час, ничего, но хочется элементарно, какого-то движения, вот сейчас. Витби, и тревога. Витби, тревога. И у меня. Пересидели это дело. Да. Поэтому, я не знаю, закончится война, посмотрим, что, буду ли я возвращаться в Харьков, нет, пока, даже в плане, там, детских садиков, школ, пока еще печальная история, я все-таки думаю о будущем ребенка, и Киев, тут вся тусовка, все окружение, поэтому, ну, мне заходит город очень, и пока здесь живу. Как человек, который в информационном пространстве живет, который формирует информационное пространство, вы не можете не думать о будущем. Что вы думаете, вот надолго ли война, когда придет наша победа? Знаете, у меня есть такая шутка, я в одном из интервью я давал, она сейчас по ТикТоку гуляет, что у меня спрашивают, когда закончится война? Я говорю, 19 травня, 24-го року. У меня в этот день день рождения, я надеюсь, до всего этого дня весь этот ад закончится. На самом деле, я до сих пор где-то, наверное, оптимистично жду лета, когда будет, в Америке саммит, когда военные будут собираться, возможно, до него что-то будет решаться, возможно. Хотелось бы, хотелось бы, чтобы все это уже весной все закончилось. Но мне кажется, это слишком оптимистично, потому что, общаясь с военными, наблюдая за ситуацией, планы, когда F-16 планируется, я вижу, что многие готовятся, что это будет и 4, и 5 лет еще, то есть вот такие цифры называются. Поэтому тут очень сложно как-то все предусмотреть. Давайте не забывать, что началась война еще, Израиль-Палестина, там сейчас все это. Потом выборы в США с января начнутся, и у них фокус сместится больше на свою политику. Поэтому много факторов, когда закончится. Я вам скажу только одно, я на тысячу процентов уверен в победе Украины, это прям в этом сомнении нет. Вопрос времени, и как это будет, каким образом, каким форматом. Но победа за нами, это прям, ну это даже не обсуждается. Но вы себя на долгую войну настроили? Я вот последние, несколько месяцев, я себя настраиваю уже на что-то долгое, скажем так. То есть мой оптимизм потихонечку куда-то уходит. Я понимаю, что... Тут, смотрите, тут не только войне дело. Допустим, допустим, сейчас, вот там в мае месяце, 19 мая закончится война. Но вспомните, как говорила Зеленская, что мы еще эти последствия будем еще от 5 до 8 лет ощущать в стране. И работы будет очень много. Информационные, новостной. Поэтому даже, если сейчас там скажут, все, война закончена, на самом деле это же новости не закончатся, и информация не закончится, жизнь у людей. Ну, очень, еще больше вопросов появится. Те, кто сейчас в Европе, они будут спрашивать, а что нам, что нам делать там, или можно ли возвращаться. Те люди, которые здесь, там потеряли дома, потеряли родственников, им с этим тоже жить. На самом деле, работы много, и это в плане информационного, в плане медийного, это не закончится. И я на это настроен, то есть не будет такого дня, когда там будет салют, все классно. Я просто общаюсь с военными, они говорят, что мы столько там потеряли уже побратимов, столько было всего, что они не знают, как отнестись даже к Дню Победы. Вот будет День Победы, они говорят вообще неоднозначно. Я, вот военный говорит, я даже не уверен, что я буду радоваться. Да, это классно, там все закончилось, нас перестали обстреливать ракеты на фронте там, но на самом деле тут очень сложная ситуация, и кто я такой, чтобы там рассказывать, когда закончится война еще. Но я настроен, что эта история еще будет идти, пусть это будет так пессимистично, но вот на мой взгляд, сейчас это так, что это еще на года. Банальный вопрос, в надежде на небанальный ответ. О чем вы мечтаете? Это очень сложный вопрос. Вернее, действительно банальный, и хочется ответить небанально. Вы знаете, я вам так скажу, каждый человек хочет быть счастливым. Тут сложно с этим поспорить, как ни крути, даже если человек какие-то плохие делает поступки. Живем для счастья. Да, да. И если вот разрезать, как вы вначале сказали, что вы хотите под скальпелем, да, там пройтись. Вот если вот я разрезаю счастье, и я понимаю, что секрет счастья, это в том, чтобы быть довольным собой. Вот это очень важная мысль. Быть довольным собой. И если человек доволен собой, он счастлив, окружающие это тоже ощущают, он что-то излучает такое, что и притягивает других людей к себе. Он притягивает деньги, он притягивает связи, он притягивает добро. Ну, в общем, вот много, все позитивное, хорошее. Ну, не обязательно все, да, есть и плохие моменты. Но вот, на мой взгляд, секрет счастья – быть довольным собой. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, о чем я мечтаю, я бы хотел каждый день на очень долгое время, там, хотя бы до 70 лет, каждый день быть довольным собой. Вот у меня тоже на этом фокус. Мы сейчас много говорим про работу, да, про труху. Если брать что-то внутреннее, личное, у меня фокус на том, чтобы быть довольным собой. Я перед сном, например, ложусь, открываю телефон, вот, нотатки, и прям выписываю, что мне завтра сделать, чтобы быть довольным собой. Там, позаниматься спортом, да, там, куда-то что-то сходить, какое-то упражнение сделать, кому-то позвонить, кому давно там хотел, но не решался, еще что-то, какие-то вот моменты, либо что-то прочитать. Я всегда ставлю себе обязательно 20 страниц в день чтения книги. Вот если не прочитал, все, значит... Бумажную книгу читаете? Бумажную, да. Украинскую мову, бумажные книги. Вот из последнего я прочитал Валерия Маркуса «Следы на дорозе». Он писал про 14-е года, про АТО, но, мне кажется, актуально и по сей день. Часто детективы какие-то читаю. Но, в общем, для меня очень важно 20 минут что-то почитать. И вот я составляю такой список, и в течение дня я просто вычеркиваю, сделал, сделал, сделал. И когда в конце я вижу, что вот, вот, все сделано, все, я доволен собой. И так вот каждый день. Поэтому я мечтаю о том, чтобы так и было, чтобы я ставил себе какие-то цели такие каждый день и выполнял их, был доволен собой. Видите, вопрос банальный, а ответ получился и вправду не банальный. Максим, я благодарен вам за общение. Но это даже не интервью, это потрясающее общение, мне очень понравилось. Спасибо вам. Будьте довольны собой. И я хочу пожелать нам всем, конечно, победы. А нашим зрителям пожелать подписаться на два телеграм-канала Труха и Дмитрий Гордон. Добро. Спасибо вам. Действительно, было приятно пообщаться. Спасибо. Будьте довольны собой. Спасибо. До побачивания. До побачивания. До побачивания. Продолжение следует...